Привет, музыканты! Вы на канале Нескучный Саунд, с вами педагогообразный Александр, и в этом видео мы рассмотрим одну очень простую, но очень грамотную басовую партию. И эта информация, конечно, далеко не только для басистов и для аранжировщиков, нужно понимать басовые партии для композиторов. И вообще, любой инструменталист, если он обращает внимание и понимает, что же там происходит в басу, ему гораздо проще найти свое правильное, удачное место в общей музыкальной фактуре и ритмически, и с точки зрения того, какие ноты играются. Песня, которую рассмотрим, это Лени Кравец «I belong to you», песня ей лет 15 назад хитовала, до сих пор звучит, то есть она однозначно удалась, и она очень подходит нам педагогически для наших целей, потому что в ней всего два аккорда, абсолютно всегда одинаковая барабанная партия, то есть минимум отвлекающих факторов, и можем наблюдать, как партия баса в одинаковых условиях в течение песни развивается. Ну, поехали! Вот перед нами песня, вся форма слева направо, куплеты, припевы, проигрыши, выигрыши, доигрыши. Изначально она в соль миноре, я опустил на полтона, как видим, чтобы YouTube на меня поавторским не ругался, то есть песня у нас в фа диэс миноре. Всего в ней два аккорда, си минор и фа диэс минор, то есть субдоминанта и тоника. В самом начале песни у нас четыре такта барабаны, играют то, что, собственно, они играют абсолютно всю песню. И звук приходящей Лени Кравецу смс-ки еще. Вступает бас, это си минор, субдоминанта, фа диэс минор, тоника. То есть вот это самое сердце басовой партии, самая ее, как бы, минимальная вариация в этой песне, и просто игра вместе с бочкой. Если прислушаться к оригиналу вот на этой ноте, то слышно, что там другая. Но я не стал это вписывать, оно, в общем-то, не особо читается, и, скорее всего, это артефакт от того, как Лени извлекает на басу мертвые ноты, не дожимая. То есть вот если песня изначально в соль миноре, то на до идет. То есть если утрировано, оно так мельком проходит. И на тонике тоже. Так вот, вот этот рисунок, та-та-та-та-та-та-та, мы держим в голове и будем видеть его сквозь всю песню, как-то обыгрываемым. Так, здесь мы видим к основному нашему рисунку ходильник такой подходящий. В общем, подходильник. Изначально песня в соль миноре, и там это очень логично. Четвертая струна, третий лад. Нота соль, открытая нота ми. То есть она идет от открытой. Вот эти две ноты, по идее, не в тональности. У нас в фаде с миноре есть нота ми и нота ре, пикар. Но в целом хроматический приход, такой вот в тонику, абсолютно нет в этом ничего необычного, авангардного и не попсового. И вот эта дорийская нота, которая мелькает, тоже, в общем-то, ничего это не значит никого. Она не успевает испугать за вот эти вот доли секунды, которые она звучит. Вот в этом месте, аналогично в оригинале, если мы послушаем, вот эта нота там тоже звучит открытая. Вот такая нота там звучит. И здесь вот перед следующим тактом у нас еще одно заполнение. То есть мы видим, здесь есть основные удары бочки, и это наши опорные места, с ними же сильная доля. Есть пространство между ними, которое здесь заполняется вот таким подходильником и таким вот приходильником. Так, пошел куплет. Здесь сразу партия меняется. Вступает Леонид. Басовая партия становится прозрачнее, нот меньше, они такие совсем отрывистые. И здесь из четырех нот вот этого рисунка только две попадают в бочку, первая и четвертая. Что есть хорошая точка для размышлений любому начинающему басисту, который уже освоил, что играть надо в бочку. Но следующий шаг, конечно, когда бас является единым целым с бочкой не за счет того, что играет то же самое, что она, а за счет того, что как-то с ней переплетается. То приходя в нее, то уходя в нее в каких-то ключевых моментах. Очень прикольно. Вот эта нота, она, по сути, можно ее условно назвать третьим аккордом в песне, да? То есть это пятая ступень доминанта. Она очень так хорошо нам дает предвкушение этого фа диеза. При этом во всю аранжировку не вводится никогда на этом месте доминанта, чтобы песня не теряла какой-то вот этот свой грув, да? Ну, то есть не должны мелькать вот эти какие-то проходящие аккорды по полсекунды, тем более здесь доминанта вообще. Это так и не очень сексуальный аккорд. И здесь такой нюанс, чисто уже басистский, да? Мы видим, что вот в оригинале слышно, там слайд. То есть вот он играл на туси. И с нее... То есть вместо такого... Идет слайд. Замедленно. Быстро. Этот слайд на этой ноте в песне то есть, то нет. Постоянно это меняется, внося микро-микроизмерение какого-то разнообразия. Оно само по себе, конечно, не делает песню разнообразнее, но когда таких микроизмерений 150 штук, то вы постоянно подсознательно чувствуете, что какая-то движуха происходит. И при этом это не такого рода движуха, которая выносит мозг и которая заставляет себя запоминать за собой, следить и тому подобное. Так, дальше следующая половина куплета. То же самое. Гитарки у нас там же уже. Кстати, гитарки все мимоударки. Практически все мимоударки. Очень прикольно. Учитывая то, насколько вкусно и груво сделан бас, мы не можем предположить, что Лени не заметил, что сыграл мимоударки. То есть, очевидно, он как-то, видимо, так по кайфу. О, оно. Ништяк. Так и оставим. Так, пошел припев. Я принадлежу... Это то же самое, что было у нас в начале песни. Только теперь добавлена нота. Фа диез. Это в данном случае, поскольку мы находимся на аккорде си минор. Это квинта. Помимо первых ступеней аккордов, квинта, пятая ступень аккорда, это, конечно, самый частый гость в басовых партиях, потому что она тоже такая опорная и достаточно эмоционально пустая. Здесь точно такой же у нас подходильник, как корый, так моя дочь говорит, который был у нас до этого к тонике, вот здесь. Ту-да-да-дум. Та-да-дум. Ну да ладно. Вот мы здесь точно так же приходим. Тоже на басу это все логично от открытой струны. Вот у нас доминантная нота без слайда. Здесь точно так же, как у нас было в си миноре. Ту-да-да-да-да-дум. Здесь. Ту-да-да-да-да-дум. Вот это вот все нагромождение. Это просто, чтобы изобразить в миде басовый слайд. Мы в оригинале можем его слышать. Насколько легко сделать это вот пальцем по грифу, настолько сложно это в миде нарисовать. Слайд этот мы много раз увидим. Он у нас на вот этом подходном месте, да, четвертой четверти такта, где у нас мелькает то доминантная нота, то вот это вот подходящее к си минору нота. То есть мы видим, при певе у нас появился слайд, достаточно длинный, мощный. И появился такой вот новый вариант, когда основной рисунок бочки обыгрывается двумя нотами. В остальном, вот этот вот хроматический подходильник, вот эта вот подходная нота тоже, все это мы уже видели. Потом пошел небольшой проигрыш. Он не про бас-гитару. Если обратить внимание, то этот проигрыш, он про вот эту вот смс-ку, которая приходит на телефон Лени Кравицу, пикалка, которая всю песню играет одну ноту. То есть это, в принципе, такое сердце аранжировки, да? Нота, тоническая нота, которая на семиноре звучит одним образом, а на тонике она как бы разрешается. И вот в этом проигрыше после первого припева происходит небольшая история про нее. Она уходит с тоники на четвертую ступень. И потом такой. И снова приходит в себя, так сказать, да. Смс-ка пришла в себя. Дальше у нас снова пошел куплет. Бас играет уже не оскудненную партию, как в первом куплете, а такую вот основную. Вот здесь мы видим в том же месте, где раньше у нас был подходильник хроматический снизу. Теперь можем представить, что тон был здесь и выглядел так. И вот он просто был Ой, как страшно это все звучит. Передвинут на октаву вверх, и чтобы вверху не происходило вот это хроматическое... Да, потому что в высоком регистре это все еще больше как-то попахивает розовой пантерой. Все вот эта нота изменена на квинту аккорда. То есть вот это... Это очень частая история. То есть оно чисто аппликатурно даже удобно на басу, вот под лежащим аккордом. Есть вот тоника, есть октава, есть квинта, есть вот эти хроматические проходы. Очень прикольная штука. Буквально на секунду прыгает наверх, а потом снова... И здесь немаловажный момент, который мы, басисты, очень часто просираем. Это то, где относительно вокала во времени расположены какие-то информативные мелодичные штуки на басу в высоком регистре. То есть здесь все очень четенько. То есть вокал спел, бас ответил. Особенно это важно, когда вокал мужской и невысокий, потому что он, в общем-то, не так уж далеко от этих мест. И, кстати, можем обратить внимание на шейкеры. Очень часто в песне это происходит с шейкерами. На вот это четвертые четверти такта они замолкают. То есть там такой типа снейра по ободу стучит, постоянно стучит, то есть пульсацию мелкую дает. А шейкеры замолкают, обратите внимание. Вот прям как раз на этом ходильнике хроматическом. Дальше у нас все продолжается, как мы видели. Второй раз он не повторяет высокий ход. Это только один раз он нам дал его в начале куплета. То есть элементами, которые уже знакомы, которые мы уже слышали, вот эти подходильники, вот эти ноты, он ими жонглирует очень смело. То так, то сяк, да, постоянно варьируя их. А какие-то новые плюшки нам дает очень умеренно, да, примерно по одной, по полторы за какую-то секцию песни. То есть вот здесь у нас первый раз произошел ход вверх, и он был, что важно, по нотам, в принципе, которые мы уже слышали в этом же месте. И вот дальше, в самом конце куплета, вот он нам дает такую штуку. Скорее всего, мне кажется, это дело было нарезано потом, потому что если мы сделаем так, то мы услышим хроматический ход, который уже у нас был. То есть, скорее всего, он потом прикол ради отрезал это место, сдвинул на одну четверть, и у нас получился такой пропуск бочки и такое интересное, слегка выстегивающее место перед тем, как секция меняется. Вот здесь вот мертвая нота тоже проскакивает, в оригинале можем послушать. Она, может быть, не особо мертвая, но очень короткая. Так, и дальше вот, кстати, интересное решение по форме у Лени. Песня вся суперлогичная, а здесь вот он от канонов таких попсовых отходит, да, потому что мы видим, у нас был куплет, припев, проигрыш. Куплет, а припева нет. В этот раз он новую секцию вводит перед припевом такой. Ну, я назвал ее бридж, но это может быть прикорус, неважно, как назвать. То есть, как правило, в песнях мейнстримовых идет там двойной куплет, припев, а второй куплет одинарный, чтобы скорее снова прийти к хуку. Лени на это дело забил, ввел здесь новую секцию, которую в плане вокала мы еще не слышали. Здесь начинает гитара чесать по центру. То, что она делала у нас в стерео, мимо ударки до этого, да, здесь она появляется такая более отчетливая в оранже. По вокалу эта секция такая более активная. Бэки пошли, в басу все старое. Понятно, что в этой секции, опять же, песни совсем не про бас, но вот после того, как он нас напугал вот этим вот смещением басового ходильника, наш мозг уже после этого от новшеств в бас-гитаре целую секцию отдыхает. Сколько она там? 16 тактов? 8 тактов. Пошел припев. Здесь мы видим то, что уже слышали, но в немножко новой конфигурации. То есть такую партию... Тарап. Тарап. Мы слышали ее в первом куплете. Вот этот ходильник мы слышали во втором куплете. Да, то есть он склеил, опять же, из знакомых нам элементов немножечко новую конфигурацию. Молодец. Дальше возвращается примерно к такой же движухе, которая была в первом припеве. Здесь просто практически на каждую четвертую четверть вот это вот наше место для развлечений, да, везде уже что-нибудь. Либо подходная нота, либо этот хроматический подходильник. То есть партия в целом стала насыщеннее, хоть все в ней предельно знакомо. Вот здесь вот мы услышим этот самый слой. Дальше повтор припевы и что мы слышим там? Новая штука. На семиноре вот этим нотом пошел ходильник. Он дальше в течение песни постоянно встречается и он варьируется. Иногда он там Иногда Иногда Второй ноты нет То есть опять же, то есть сколько миллионов раз я слышал эту песню и даже, по-моему, как-то на шару играл ее, я всегда знал, что там есть это Но только когда сел разбирать партию и увидел, что она вот в мелочах постоянно меняется, но не замороченно меняется. То есть я постоянно повторяю эту историю сейчас, да, но вот с точки зрения построения какой-то мейнстримовой и тем не менее интересной басовой партии это вот, в принципе, предел того, что мы, басисты, можем себе позволить, не уходя в Жака Пасториусовщину. Здесь вот коротенький такой слайд. Здесь такой цельный длинный слайд вместе с Такое Все то же самое, а потом снова Здесь немножечко поменялись ноты Соло пошло. Вот. Опять. Он просто жонглирует в басу так и сяк переставляя то, что он нам уже показывал. Дальше, в принципе, мы уже прошли две трети песни, даже больше. У нас осталось два припева. Дальше я особой стратегии уже в развитии партии не наблюдаю, то есть все пошло такое. Как бы во фристайл мы слышим припев в четвертый раз, а гармонию и, в принципе, все составляющие аранжировки мы слышим уже пятнадцатый раз, потому что песня очень цикличная такая. И здесь идет движуха на тему. То есть он продолжает джонглировать, иногда что-то какие-то ноты переставляя, но находясь примерно вот все в том же пространстве тех же самых партий. Да, кстати, вот здесь вот интересный косяк. Ну, по идее, наверное, можно назвать это косяком. В оригинале он есть. То есть находясь на семиноре, после слайда он приходит коротенько так в фа-диез. То есть, в принципе, да, это звучит как ошибка, но, видимо, она его приколола, решил оставить. И этому, кстати, важно учиться, мне кажется, нам, музыкантам, да, чтобы не задрачивать песни. Не надо их, наверное, вылизывать прям вообще до безумия. Может быть, он на этом слайде ошибся от того, что его жена прошла мимо и погладила его по коленке, да, и он отвлекся, то есть, и решил оставить это место как себе на память навсегда. То есть, ну, неважно, от того, что в нашей песне вдруг появится какая-то маленькая оплошность, но не испортится песня. Если она была плохая, она останется плохой, даже если оплошности нет. Если она ништяк качает, то, ну, где-то там что-то мелькнуло, это даже прикольно. Ну, здесь вот там что-то немножко по-другому тоже ход пошел. Если у меня плоховато в миде получилось, можем послушать в оригинале, как она с штукой играет. То есть, в каждую восьмушку или шестнадцатую, это я все время путаюсь, шестнадцатую, наверное, в каждую сыграл. Вот, но при том, что так вроде бы много всего происходит. И важный момент, что к концу песни хоть партия баса вроде бы как находится в режиме отчаянного поливалова, оно все в пределах знакомых одних и тех же ритмических структур и нескольких всего лишь мотивов. То есть, это часть композиции и бас как бы скорее играет некие темы, нежели некие соло. И не начинается вот эта вот наша фристайл-хрень. даже с моими очень скромными техническими возможностями на басу можно много нот наиграть и насоздавать каких-то впечатлений, особенно для тех, кто не шарит. Но дело-то не в этом, да, у баса в песне нормальной есть очень важная и очень массивная функция. То есть, если атлант, который держит небеса, вдруг решит очень классно станцевать брейк-данс, это, конечно, будет зрелище эпичное, но что будет со всей конструкцией, да, и об этом нам нужно помнить. Много стало слайдов, как мы видим, здесь уже прям почти постоянно, и все это приходит к коде. Зациклено одно и то же. Прикольно. Шейкеры можем опять послушать. Рад, что досмотрели, надеюсь, что-то полезное для себя почерпнули, и в таком случае не скупитесь, пожалуйста, другие на лайки, комментарии, делитесь с другими музыкантами этими видео. Канал уже большой, но чем он будет больше, тем шире будут возможности по каким-то движухам и в целом по влиянию, надеюсь, положительному на музыкантскую жизнь в русскоязычной зоне. Отдельное спасибо еще патронам, благодаря финансовой поддержке которых все происходит так, как оно происходит, и вообще это видео появилось благодаря тому, что там на сайте патроны проголосовали именно за басовую тему, так что если вы тоже хотите приобщиться к бонусам, связанным с жизнью канала, то становитесь патроном и любите музыку. Пока.